Крупнейшая афера девятнадцатого века, в результате которой Российская империя лишилась одной шестой части своей территории, а на счета императорской семьи в лондонском банке поступил жирный откат, как это принято сегодня называть, напрямую связана с железными дорогами, а точнее с олигархами того времени, которые этими железными дорогами владели. Наживаясь на огромных государственных средствах, выделяемых на развитии путей сообщения, воротилы не без покровительства царевых сановников, постепенно вводили Россию в долговую яму, из которой нужно было выбираться. Архивный документ Департамента государственного казначейства, датированный 1868 годом, скрупулезно подсчитывает, куда пошли деньги, вырученные за проданную североамериканским штатом русскую Аляску. Цитирую, из числа 11 миллионов 362 тысяч 481 рубля с копейками израсходовано за границею на покупку принадлежности для железных дорог 10 миллионов 972 тысячи 238 рублей 4 копейки. Остальные поступили в казну наличными. По мнению многих историков, практически все деньги за продажу Аляски перекочевали в личное пользование группы железнодорожных тузов, которых, естественно, не безвозмездно прикрывала высокопоставленная команда, состоявшая из брата императора Александра II, великого князя Константина Николаевича, а также министра финансов Рейтерна, любовницы императора князны Долгорукой и некоторых других персонажей этой, давайте говорить откровенно, весьма безобразной истории. Инициатором сделки был великий князь Константин Николаевич, имевший известное влияние на своего венциносного брата. Продавец Аляски держал разработку махинации в таком секрете, что, лишившись своей территории в Америке, Россия сначала в это даже не поверила. Это не укладывается в голове, но в самом Новоархангельске, столице Русской Америки, узнали о продаже лишь тогда, когда туда прибыли 200 американских солдат для инвентаризации приобретенных земель. А петербургские газеты сообщения о продаже получили по Атлантическому телеграфу через неделю после сделки и вначале восприняли это как издевку. Издатель Краевский, обращаясь к читателям популярной газеты «Голос», возмущался. Мы передаем получаемые из Нью-Йорка и Лондона телеграммы о продаже владений России в Северной Америке и не можем отнестись к подобному невероятному слуху, иначе как к самой злой шутке над легковерием общества. Сумма, полученная за Аляску, пишет Краевский, до такой степени ничтожна, что едва можно допустить, что она может иметь для российских финансов какое-нибудь серьезное значение. Одним из козырей, которыми великий князь Константин Николаевич прикрывал аферу века, была якобы убыточность российско-американской компании, которая на договорных условиях владела территорией Аляски. Пытаясь это доказать, он снарядил в Новоархангельско-ревизионную комиссию из чиновников и морских офицеров, но к чести этих людей комиссия предоставила Министерству иностранных дел правдивый отчет, из которого, в частности, следовало, что заслуги компании перед государством колоссальны, и правительство России выигрывает от ее существования ежегодно до 430 тысяч рублей серебром. Это все о русско-американской компании, которая владела землями на Аляске и их пыталась развить. Официальная передача русской Аляски Соединенным Штатам состоялась в Новоархангельске, сейчас этот город называется Ситка, 153 года назад. Солдаты русского гарнизона, глотая слезы, стояли на плацу и смотрели на российский флаг, который никак не хотел спускаться. Одному из нижних чинов пришлось залезть по флагштоку наверх и обрезать запутавшиеся веревки. И русский штандарт, который развивался над столицей русской колонии на американском континенте долгие годы, упал на землю, как тряпка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова